Добрый вечер! 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 Бироги Себроуства 2016 прошел в Житковицком районе. Организатором выступил Гомельский областный эколого-биологический центр детей и молодых. На взлет съехались команды школьников из всех региона, а также из Бранской в области России. Что выходило в программу взлета, подекавилась Катярина Жданович. Это уже шестый полик у межрегиональный молодежный взлет Бироги Себроуства, присвеченный захованию биологичной разностальности в Полесском регионе. С этим пытанием тесно связана и программа взлету, и ее удельники. Юные экологи Сажлобина, Калинковича, Мазыра, Светлогорска, Гомеля, а также из суседней Бранской в области России. На берегах дружбы мы уже второй раз. Первый раз мы были в городе Жлобин, нам там очень понравилось. Мы получили много ценной информации, которую девочки впоследствии и я тоже использовали в своей работе. Местом сустречи выбрали один из самых маляуничных кутков Гомельшины – Туровский край. Тут объекты для вылучения и доследования шмат. Тому приклад – мясовая станция кольцевания птушек Национальной академии навык Беларуси. Открываешь вот эту вот крышку, птица уходит туда, и оттуда их берешь аккуратненько, и помещаешь в специальный такой мешок виды птиц и комбинации колец, которые мы используем. У программе экскурсия на знакамиты Туровский луг. Команды эколога уприняли удел у волонтерской акции по уборце сметя на территории, важной для птушек. На речи взлет одна со сторонок проекта, объединяющийся вокруг природы, под эгидой громадского объединения охова птушек Батьковщины. Головная задача якой – захование природной спадщины. Туровский луг – одна из 50 с небольшим хвостиком в Беларуси и территорий, которая имеет для птиц значение критическое для выживания многих видов. То есть, если исчезнет луг, несколько видов просто сразу же исчезнут из нашей фауны полностью. И вот охова птушек Батьковщины как раз работает для того, чтобы это наследие сохранить. Мы удалось собрать очень большое количество бутылок по всему берегу. Нам и люди помогали, кто чем мог, флантики давали. Особливое уразило школьников экскурсия у Национальный парк Прыпятский. Дети наведали экологичную стежку, якая провела их до мясовой славутости «Цар Сосны». Тут не обошлось без вымяренью. Шарговый пункт маршрута – Пойменные дубравы, Калявевский хлопень, у самом сердце Прыпятского нацпарка на березе живописного озера. Пойменные дубравы являются одним из уникальнейших природных комплексов на территории Беларуси. Собственно говоря, они сохранились только у нас. Особной часткой программы стало назирание за птушками подчас орнитологичной экскурсии на пруды «Рыбгаса Белая». Удельники взлёту сброили себе ноклями и провели за наглядом птушек немало часу. Когда мы приехали в Беларусь, мы удивились, что аистов тут действительно очень много. И сейчас они как раз только начинают летать. И нам преподаватели объясняли, что они сейчас пытаются поймать ветер и только учатся летать. Это интересно. А кроме опознавального аспекта, программа взлёты включала из Поборницки. Доследшие задания – практичные и теоретичные турниры, гульные квесты экологичной тематики. Кожный день команды экологов проявляли свои веды и махчимасти. Таким чином, по выниках межрегиональной сустречы, наибольшь активной и досвеченной была признана команда «Згомеля». Другое место заслужили простовники Бранской в области. Третье – Мазыране. Головной же перемогой стало сяброуство на берагах Припяти. В Катерина Жданович, Дмитрий Радзянко, телерадо и компания «Гомель» Житковицкого района. У «Гомеля» проходит открытое першинство региона по конным спорте. На протягу четырех дней за перемогу будут споборничать каля 50 спортсменов Амальзусей в области. Турнир проходит сирот юниора в 1995-го года народжения. Моцнейших вызначаются в трех видах – троеборье, выясцы и конкуры. Опошняя дисциплина самая видовищная и одночасово складанная для спортсменов. Заезды проходили сёння, а завтра и не завершить программу споборництва. На пылной дистанции удельникам необходимо передольвать пирошкоды. Некоторые наездники с захвалявания не смогли сделать это бездакорно. Сказался, не дохоп в опыту. А в осеньше на дворот прошли дистанцию без помылок. Проведение юнацких турниров – добрая махчимость вызначить перспективных спортсменов. У будущих это претенденты в национальную сборную. Первые два дня у нас были соревнования по несложным программам. Выступали в основном очень молодые спортсмены на перспективу. Но пары перспективные просматриваются. Мог отметить, допустим, у нас Фещенко выиграла два конкура. Молодая спортсменка проявила себя, так скажем, очень перспективно. Просматривается перспектива Муравьёвой Татьяны. Ну и хорошая у нас девочка в выиске, Резванова Анастасия, тоже мы довольны выступлением. У Гомеля отбылась летняя голеновая спартакеяда жилёво-коммунальной господарки. У её приняли удел команды 12-ти предприемствов. Вселетняя споборництвы особливые – 20-е по лику. Первая областная голеновая спартакеяда коммунальников отбылась в 1996-м годе. Мета споборництва не столький выявить мощнейшиха, кольки объеднать предприемствы Галины. 20 годов тому всё было не так массово, как зараз. Когда первый раз встретились, это была такая разрозненная команда, которая была одета, кто во что одет. Ну, через 2-3 года это приобрело более такой цивилизованной форму. И, естественно, всем участникам это начало даже нравиться. Эта инициатива протягивает жить. Позднее начали проводить и зимовую спартакеяду. И зараз конкуренция на внутренних споборництвах высокая. В минулом году перемогу отримали работники Гжуб-Светач со Светлогорского района. В этом году отримать лидерство – непростая справа. Наша спартакеяда, она даст возможность посмотреть амбиции других команд. Потому что завоевать это одно, а вот удержать. И настроение такое, вот я общался с руководителем команд, что они, так сказать, готовы поспорить за первое место. И действительно, вот настрой такой боевой, хороший. В программе спартакеяды 10 дисциплин. По выниках споборництва у перемогу агульным залику снова отримали коммунальники со Светлогорску. До речи уже худко отбудется республиканская спартакеяда. Лепшие спортсмены отправятся оборонять гонор жилево-коммунальные господарки Гомельской области. Речицкий велогонщик Василь Кирыенко будет нести державность в Беларуси на церемонии открытия 31-летних олимпийских гульнях у Ре-де-Жанейро. Рашение принято по рекомендации Международного олимпийского комитета с увязистым, что с тях повинен нести девчий спортсмен, а не тренер. Тому олимпийского чемпиона Сергея Мартынова, який отправился на гульню в якости тренера, заменит славутый велогонщик. Василь Кирыенко з'является чемпионом света и переможцем первых европейских гульнях, який пройшли в Баку год тому. Нагадаем, церемонии открытия олимпиады у Ре-де-Жанейро отбудется пятого жнивня. Телеканал «Беларусь-1» покаже прямую трансляцию урочистой церемонии у 1-1-15 хвилин, а у день 6-го жнивня у пауторы ее можно убачить у 15-45. И на этом наш выпуск завершенный. У студии для вас працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго. До встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова